Сегодня отмечают Международный день птиц и первый день северной весны. В праздник принято вывешивать новые кормушки и скворечники. В Мурманском крывеческом музее в честь событий открыли большую выставку фотографий, посвященную птицам. Самое сложное в фотоохоте на пернатых – это даже не сам процесс, а поиск птицы или гнезда. Порой оно замаскировано не хуже военного полигона. Делится опытом с посетителями Алексей Большаков, автор выставочных фотографий и сотрудник музея. Каждый день мы видим привычных уличных обитателей – голубей, воробьев и ворон. Но, как говорят специалисты, в черте города обитает не меньше сотни видов пернатых. Большое питьевое озеро, излюбленное место отдыха горожан. Но, тем не менее, там обитает множество птиц, колонии чаек есть, можно с этим всем познакомиться. То есть, если присмотреться, это все рядом, совсем рядом, там, где мы каждый день выезжаем, едим шашлыки, отдыхаем. Международный день птиц. Молодцы. И сегодня, в этот день, мы открываем выставку, которая называется «Лесенние хлопоты». Открывшаяся сегодня выставка – это не только фотографии, но и десятки видов яиц и гнезд. Они кропотливо собирались силами музейных работников на протяжении многих лет. Например, чтобы взять яйцо из кладки, нужно удостовериться, что оно принадлежит именно этому виду птиц. Хранить такие экспонаты очень сложно. Именно поэтому широкой публике они демонстрируются нечасто. Надо соблюдать принцип «не на вреде природе». Надо найти, если мы берем кладку, то это погибшая, как правило, кладка. Родители, видно, погибли. Ведь в окрестностях Мурманска много естественных хищников, которые разоряют гнезда, в частности, вот белки или погибшая кладка. А если берем яйцо для коллекции, то только одно, зная, что птица, отложит вновь кладку. По словам Алексея, особенно грациозными на фотографиях выходят хищники, ястребы и соколы, которых в Мурманске тоже хватает. А вот снимать водоплавающих без хорошей подготовки не получится. Чтобы сделать отличный кадр, нужна как минимум лодка. Хотя фотографировать птиц может каждый. Достаточно небольших энциклопедических знаний и внимания. Но не стоит забывать о том, что пернаты тоже бывают агрессивными. Вороны нападают, атакуют, крачки могут ударить в темечко, чайки часто нападают колонией. Но, как правило, особых повреждений не наносят. В мечтах автора экспозиции выпустить птичий атлас Мурманской и окрестностей. Ведь помимо фотографий он занимается научной работой по изучению пернатых. Ну а выставка «Весенние хлопоты» в Краеведческом музее продлится до 23 апреля.